Доброе время суток всем. Майнкрафт. Для меня Майнкрафт начался с этого места. Это первая карта, на которой я начал играть. Именно с этого места началось. Было прекрасное утро. Первый день. Я начал свое исследование этого мира. Именно с этого места. Здесь брались пробы грунта. Первое дерево было спилено здесь. Первые поиски подземных ресурсов здесь были. И день клонялся к закату. Зная, что ночью вылезут нехорошие монстры, не монстры, как их назвать, существа. Зная об этом, я начал искать убежище. Обратил внимание на вот эту скалу. И начал прорубаться в нее внутрь. Из той земли, которую я добывал, я начал делать стены. Закрывать крышу. Тогда я еще не знал ничего ни про факелы, ни про уголь. Это была первая ночь. Монстры лезли со всех щелей. Залезали в окна. Приходилось отбиваться первыми инструментами. Первыми деревянными топорами, лопатами и остальным. Здесь же я провел первый день, укрепляя свою крепость. Изредка днем выходил на улицу, чтобы нарубить себе дерево или добыть песка или камня. Ночью отсиживался дома. Здесь были первые пробы крафтинга. Плавился песок. Делались какие-то ступеньки, ящики. Все было первое, неизведанное. Я начал делать второй этаж. Не мог никак понять, почему на последнем этаже, на верхнем, постоянно появляются ночью то скелеты, то зомби. Потом я уже узнал о том, что нужно расставлять факелы, что нужно искать уголь. Тогда они не будут появляться. В этом убежище я провел первые свои майнкрафтовские два или три дня. Потом я обратил внимание на эту гору соседнюю. И мне захотелось перейти туда и начать строить что-то там. Потому что оно очень красивое. И там был вот этот поток лавы, который привлекал меня. Потому что ночью там было светло. И это было что-то такое интересное. И поэтому, когда наступал день, я пробирался туда. Пробирался туда и здесь была такая ниша. Я сделал лестницу и делал внутреннее помещение, вырубая камень. А вечер возвращался обратно. И вот эти разломы в земле, это следствие моих возвращений и попадания на пути моего исследования на криперов. Которые пытались меня взорвать. И потом я соорудил вот этот мост, чтобы можно было безопасно бегать ночью. Пока я строил внутреннее помещение. А потом уже, сделав все что нужно, перебрался, перенес все вещи сюда. И здесь уже сделал выход на улицу. Вот это было уже второе мое убежище. Я покинул тот дом первый и перебрался уже сюда. Здесь тоже, следствие взрыва крипера, было два двойных ящика. Остался одинарный. Вот. Здесь я провел тоже некоторое время, что-то строя здесь. Здесь очень ночью хорошо сверло около лавы. А днем под потоки лавы внизу попадают разнообразные зверюшки. И можно найти всякие полезные вещи по утру для сечения дня. Или жареную свинину, или... Или что там можно еще... Что там можно было еще найти. Туда ночью попадали криперы, скелеты. И весь такой необходимый инвентарь с них падал. Рядом с лавой. Так, здесь я сделал первую свою шахту. В которой добывал свои ресурсы. На крыше этой скалы, как бы, крыша дома, я сделал своеобразную ферму для зверей и для деревьев. Чтобы не бегать вниз. Потому что деревья располагались на достаточном расстоянии. А здесь можно было под боком сразу иметь все ресурсы. Вы что, сговорились? Нет? Вот. Ну, строя здесь... Благоустраивая эти помещения и строя какие-то тут лестницы и коридоры, я все время поглядывал вот в ту сторону. Там была внизу скала. Около водоема. И я на нее поглядывал, и мне она очень понравилась. Сейчас посмотрим с этой стороны. Вот. Расположена на побережье. На заливе или озеро. И мне приглянулась она... Я решил в ней построить еще один дом. В который я затем перебрался. Перенес уже все вещи туда. Перебежки тоже были ночными. Здесь тоже дважды взорвался крипер. И осыпался песок. И открылась... Большая шахта, которая тоже... Набрел на большое количество ресурсов. Это своеобразные такие... Ловушки для криперов, чтобы они туда падали. Мидное поле. Вот, собственно, эта скала. Очень красивая. И я начал с этой стороны. Сделал вход. Это у меня сделан туннель в старый дом. Потом, чтобы без проблем носить вещи. По туннелю ночью. Так, дом начинался... Вот отсюда. И здесь такие своеобразные комнаты. Какая-то мебель. Первая кровать. Тут как бы кухня. Умывальник. Раковина. Холодильник типа. Полочки. Ну, тут как бы уже такой стабильный, солидный, постоянный дом был сделан. Музыкальные автоматы. Тут как бы ванная комната. Этих двух собак я нашел очень далеко. В моей местности здесь в округе нигде не было. Я за ними далеко плавал. И потом ходил там по горам, где-то по лесам искал. И нашел двоих. И потом вернулись мы пешком. Очень далеко я ходил за ними. И потом, после этого, я нигде не встречал больше собак. Незаметно наступило утро. Этот дом я строил с расчетом, что окна будут выходить на восход солнца. Солнце сходило в этой стороне. И здесь всегда было лето. Но потом с апгрейдами солнце переместилось в эту сторону. Запад стал там. Здесь начал выпадать снег. И замерзать вода. Прежним это место уже не будет никогда. Вот. Я закрепился в этом доме. Это стало мое постоянное место. Жительство. Я играл еще какое-то время. Лазил в пещеры. Добывал ресурсы. Пока было не замерзшее озеро. Я плавал на лодке вокруг. Там ведет водоем, протока. Очень далеко можно уплыть. Я захотел построить что-то большое и грандиозное. По моим масштабам. По моим меркам. И я обратил внимание вот на эту скалу. Кусок скалы покрыто землей. Я решил на этом месте построить замок. Думаю, каждый строил замок. Думал строить замок. Из камня, из песка, из земли. Вот. Я решил на этом месте построить замок из камня. Вытесывая прямо из нее. Расчищаю. Срезаю все лишнее. И делал я все это без модов. Без модов. Своими силами добывая камень. Кирками. Убирая землю лопатой. И Вот это данная Сохраненка Майнкрафта. Это Первый Первый период. Первая Может быть Неделя-две игры в Майнкрафт. Которые у меня сохранились. Это вот Постройка первого, второго дома и третьего. Это как бы самое начало. Первые шаги по Майнкрафту. Первые пробы. И Это было В августе Одиннадцатого года. Следующая Сохраненная версия, Которая у меня Есть. Она уже С каким-то С каким-то началом Постройки этого замка И какие-то другие уже изменения В этом мире. Но В этой серии Это наверное все, что я хотел рассказать. Следующая серия уже будет Посвящена Тому, как я начал строить замок И К чему это привело И что из этого получилось. Всем спасибо за внимание И До встречи в следующей серии Субтитры создавал DimaTorzok